Круто, приятно видеть такое количество лидовнорода, тем более по поводу специфических тем. Я тоже хотел сконцентрировать часть важных идей наблюдений и подводных армии по поводу такой вещи как ICO, но посмотреть на нее немножко со мной стороны, со стороны участников финансового рынка, и такого участника, который я хотел бы не терять свои средства, а пригнажать. Если мне еще объяснят, каким образом переключать слайды... Сереж, как переключаешься? Итану? Да, итану, все правильно. Дальше это... Ну, собственно, я пытался разделить эти все наблюдения на четыре категории. То есть, ну, как бы, понятно, что мы все примерно представляем, что из себя представляет ICO как и такое. А если вы не являетесь разработчиком и, там, явно не собираетесь запускать свой проект в таком плане, то имеет ли смысл вообще вам связываться с подобными проектами и как сделать так, чтобы избежать возможных существующих опасностей и рисков и не потерять на этом свои положения? И, наконец, что же произойдет с таким форматом краудфандинга в ближайшем будущем? Какие изменения с ним произойдут? Ну и попробуем придумать, что нас может ожидать в дальнейшем. Можно дальше? Сергей? Да. Ну, прежде чем перейти дальше, просто хочу всем показать, надеюсь, знакомый край в капеллизации рынка криптовалют, чтобы просто освежить воспоминания и напомнить о чем, где мы все с вами здесь находимся. Что нужно вспоминать, как не проблемники у него вчера ночью, а то, что сам рынок, он только-только начал даваться вверх, и в дальнейшем нас ждет все больше и больше новых открытий и тому подобного. И теперь еще раз, два раза дальше. Собственно, теперь давайте поговорим о том, что такое ICO. По сути, я очень люблю в своей презентации говорить фразу, что мы живем в удивительное время. Собственно, на самом деле, это действительно так, потому что нам с вами выпала удача своими глазами увидеть, как очередная технологическая революция просто поменяет, в том числе и до неузнаваемости, совершенно разные аспекты нашей с вами жизни. И, собственно, как пример развития финансовой отрасли у нас тоже начинают появляться новые доселе, в принципе, как бы не видны финансовые инструменты и с помощью как бы у многих людей появляются совершенно новые возможности. Так вот, собственно, ICO это так называемый Initial Coin Offering, характерный для базирующихся на блокчейне криптовалютных проектов действия, когда часть токенов, которые являются топливом блокчейна, на котором построено наше приложение, предлагаются для открытой продажи какому-то ограниченному кругу инвесторов, еще не то, что даже на этапе какой-то готовности к проекту, а зачастую даже на этапе просто концепции идеи. Здесь, в принципе, история знает положительные примеры, когда проект выходил, в принципе, наверное, только с одним прописанным white paper и, естественно, всей маркетинговой историей, и при этом как бы не оставался скамом, а вырастал, развивался и как бы оставался с достаточно многообещающим продуктом. То есть совсем это не показывает отсутствие полноценной информации, то есть далеко не всегда нам характеризует проект с негативной стороны. Можем дальше вчера. Но самое главное, что если все-таки там отвлечемся и вы попробуете этот проект запускать в самом формате ICO, то хотя бы учитывайте, что вам необходимо иметь хотя бы white paper прописанный, потому что без него будет совсем-совсем грустно. Дальше? Вот. Ну, просто всплыву в памяти, каким образом обычно проводится подобный viral sale и выбирается период времени в среднем от 5 до 30 дней, в течение которого некую часть токенов, доступных вашему продукту. При этом, тоже здесь важно отметить, это могут быть как криптовалютные токены, то есть как бы непосредственная часть вашего разрабатываемого продукта, которые впоследствии будут нужны для его полноценной работы, а так и в принципе даже полноценная криптовалюта, которая выпускается исключительно с целью создания подобных токенов, которые могли бы связать себя с ценностью вашего проекта. Собственно, таких примеров становится со временем тоже все больше и больше, изначально это все-таки воспринималось достаточно настороженно, но вот последние два кейса, как минимум, ситуация с Калионовой и с AirCoin, которые как раз таки представляют собой два проекта, где довольно успешно, скажем так, произошла попытка связать в единую криптовалютную историю с ICO и совершенно живой нормальный проект, и как бы это тоже сработало, и мне кажется, в будущем мы можем ждать дальнейшего роста подобных продуктов, когда такой формат привлечения средств будет использоваться для практически чего угодно. Собственно, в течение 5 до 30 дней определенное количество токенов продается инвесторам по какой-то фиксированной цене, после чего он начинает поступать, как правило, в свободную торговлю на тех или иных криптовалютных биржах. При этом, что происходит здесь для самого проекта? Он завершил раунд привлечения средств, получил свои деньги, которые обеспечивают ему дальнейшее развитие и, в принципе, как-то релиз самого продукта, и, по сути, разработчики, в принципе, дальше дистанцируются вот все истории с продажей по кину на бирже, потому что, ну, как бы, они пилят продукт, а спекуляция на ценах – это не задача команды. И здесь самое главное то, что за тот период, пока эти токены токуются на рынке, ну, то есть за тот период до того, как токены появятся на открытом рынке, и спекулятивные различные действия, и, в принципе, как бы работа над самим проектом, могут привести к тому, что токен, который вы покупали за цену 1x, уже к окончании самого краудсейла, и, там, к первому листингу на бирже стоит на ней уже 4x. И, в принципе, как раз-таки ICO на текущий момент времени, наверное, является тем инвестиционным инструментом, который позволяет, наверное, добиваться таких же результатов, как… Ну, короче, с помощью ICO можно попробовать повторить рост в процентном соотношении, который, там, произвел биткоин за всю свою историю, только уместив его в несколько месяцев буквально. Дальше. Вот, касаясь статистики, за период с января по июнь этого года, по оценкам аналитиков, только в публичные краудсейлы, то есть официально заявленные, было уже проинвестировано больше 180 миллионов долларов. При этом, что очень примечательно, следующий, эта сумма превышает, в принципе, весь объем инвестиций в криптовалютные проекты за весь прошедший год. То есть, ну, в принципе, становится понятно, как бы, динамика роста. Дальше. Ну, к сожалению, времени не будет, но, как раз-таки, в интернете существует достаточно много уже ресурсов, который позволяет оценивать степень эффективности проведения всего того или иного проекта, и проценты, которые зачастую указываются с, ну, доходности, которые принесли те или иные проекты, особенно если отчитывать их не от биткоина, а, например, от американского доллара, становятся просто совершенно заулочными. Ну, то есть, если кому не видно, то первая бутылка токенов в долларовом эквиваленте выросла больше, чем на четыре с половиной тысячи процентов по сравнению, как-то, с стоимостью распродажи на ICO. При этом, что важно, я повторюсь еще раз, сроки возвратной инвестиций, о которых здесь можно говорить, это не год, не два, а несколько месяцев, а зачастую иногда даже и недель. Дальше. А подскажите, пожалуйста, а есть ли определенные проекты, которые не удались? То есть, вот мы сейчас видим проекты, которые, ну, круглая, вот видите, тысячу процентов у них профит, так сказать, а есть какая-то информация о неудавшихся проектах, потому что сейчас почему-то всему залу кажется, что 80% это какой-то хайп, что все обязательно завтра упадут, а мы говорим только о хорошем инвестиции. Естественно, в принципе, во всех этих подборках указаны не только добившиеся максимально густые проекты, но и, скажем так, от серединичного... Ну, которым дела не очень. Здесь, ну, нужно довольно четко понимать, что мы имеем под этим в виду, потому что, например, тот же токен Waze, который, ну, никто не упрекнет в здании чем-то плохом, подрастал под своей практически стоимостью ICO в течение, там, практически двух лет. Естественно, как бы потом, когда платформа была до дела вызвала дополнительный рост, но на самом деле это просто является одним из самых важных факторов, которые вы должны сами отслеживать при анализе проекта перед принятием решения об инвестициях, то есть какой потенциальный период возврата вы можете ожидать. Ну, и, естественно, конечно же, существует опасность нарваться на просто мошенничество, но здесь все-таки нужно пока что с оптимизмом сказать, что процент, как правильный скамывший проект в рынке, он все-таки не такой большой. И, в принципе, если говорить о нем совсем-совсем наглых направленных именно на объем средств у людей проектов, то за последний год, наверное, из публичных их можно перечитать по пальцам в духу. Вот. На большом учете это не так много. Их на самом деле не так много. На самом деле не так много. И эти проекты еще существуют, то есть они не так, что прям вообще закрылись и убежали. Ну, вот мне с этим проектом существовало бы. Более того, был один в прошлом году, который даже был пойман на подделке фото-материала, то есть который действительно изначально готовился как способ обмана. Ну, я говорю, там, учитывая тот факт, что за, наверное, период в одну неделю анонсируется один-два проекта, говорить о том, что за прошлый год откровенного скама было как раз-таки те же самые один-два проекты на пределах всего года, это все-таки достаточно хорошая характеристика всего рынка. Круто. Так вот. Но, тем не менее, как уберечь себя и от откровенного мошенничества, и в идеале вот тех проектов, которые рано или поздно как бы смогут выстрелить, но срок этого вас совсем-совсем не устраивает. На что же нужно обращать внимание? Поехали. Собственно так. Даже не степенье. И следующий вопрос. Собственно, на самом деле есть четыре направления, на которые вы должны очень внимательно посмотреть и задать себе ряд вопросов, прежде чем, в принципе, задумываться о том, чтобы принести в тот или иной проект в принципе любую сумму ваших деятельств. И самая первая вещь, на которую, естественно, нужно обратить внимание, это команда самого проекта. Естественно, когда первый раз сталкиваемся с анонсом, мы видим либо тему на форуме, либо попадаем на какой-то пост на медиуме, ну то есть мы попадаем на какой-то информационный ресурс, на котором есть перечисление каких-то данных об этом продукте. И, по-хорошему, описание команды и ее услужной список – это вещь, которая должна нам попадать в глаза в один из... достаточно быстро. Мы должны хоть минимум видеть состав этой команды, а тот вариант, если она является анонимной, и в принципе, как и старается себя не описывать, должен навести нас уже на какие-то первые подозрения. Естественно, как бы, бывают специфические проекты, в которых команда может откровенно быть против того, чтобы ее дианонимизировали в силу по разных причин, но, тем не менее, мы всегда имеем право здесь задуматься и принять собственное решение. Но в том случае, даже если команда является абсолютно открытой, и ваша, собственно, задача – провести небольшой, скажем так, проверку на обширность каждого из ее сотрудников, как минимум убедившись в том, что те люди, которые заявляют о том, что они собираются реализовывать продукты определенного вида, могут, в принципе, этим заниматься. То есть, то, что перед вами нарисовали не трех девочек-продавщиц, а действительно двух мальчик-продавщиц. И при всем при этом команда, которая уходит в игнор, в принципе, не старается каким-то образом взаимодействовать с сообществом, при этом я имею в виду не только прямое взаимодействие, но и разнообразные баунти-компании, привлечение людей на форум и разнообразные маркетинговые активности. Если вы их либо не замечаете, либо они идут как-то в страны, это тоже повод задуматься. То есть, на самом деле, все, что касается команды проекта, должно быть максимально прозрачным, максимально просто и максимально открытым. Здесь, как бы, любая попытка скрыть от вас те элементы данные, должна, в первую очередь, поставить вложение. Следующий пункт. Следующий пункт – это описание концепции самого проекта, который обычно состоит из такой вещи, как white paper, который содержит в себе и концептуальное описание, и все необходимые выкладки, подтверждающие то, что продукт может работать. Но, на самом деле, перед всеми этими вопросами, даже перед вопросом о том, нужный нам в этом проекте блокчейн, имеет смысл зайти еще чуть-чуть пораньше и, в принципе, попробовать оценить этот проект с точки зрения как любого работающего бизнес-кейса. А именно определить, действительно ли та проблема, про которую нам пытаются заявить разработчики, вообще имеет место быть. На самом деле, зачастую становится очевидно, что бывают случаи, когда нам пытаются сложным методом решить либо простую проблему, либо вообще не существующую. Если же мы понимаем то, что проблема существует, и более того, действительно существует определенная целевая аудитория, которая сможет выиграть от решения этой проблемы, это однозначно хороший сигнал. Но при всем при этом мы должны еще примерно... Идеально, конечно, если мы сами будем обладать каким-то техническим бэкграундом, чтобы попытаться это оценить, но необходимо иметь представление о том, что та проблема, которая нам отрисует, в принципе, потенциально может быть решаемой, а нам не выстраивают какие-то там красивые истории, которые призваны только нас запутать. Поэтому здесь не закрывайте глаза на непонятные технические термины, старайтесь прочитывать весь контент, который вам дают вместе, и если видите что-то, что вас не очень сильно устраивает, это еще один повод для красного флажка. Дальше идеальный, конечно же, вариант, если есть описание какой-то бизнес-модели по работе вашего продукта, но здесь я могу сказать то, что примерно, наверное, процентов 60 из довольно-таки успешных продуктов они либо не задумываются, либо предпочитают отложить все возможности по монетизации на органические возможности любых блокчейн-проектов. И, ну, то есть, по-хорошему, какое-то даже полное отсутствие бизнес-логики может, ну, не обязательно характеризует проект как однозначно мошеннический. Вот, ну и обязательная, как я уже говорил, вещь это наличие white paper, естественно, прочитанного, желательно прочитанного вами, и не оставившего в вашей душе каких-либо подозрений. Если все окей, то это получается, скажем, третья уже граница, и мы двигаемся дальше и смотрим на то, каким образом разработчики описывают сам этап работа над проектом, который начнется после того, как краудсейл будет завершен. Здесь, как раз таки, очень важно обратить внимание на то, что та команда, которая перед нами находится и заявляет тот или иной проект, во-первых, в принципе, понимает, что она делает, чем она занимается, и здесь как бы идеальный вариант, если при этом она еще предоставляет какой-то формат либо бета-версии, либо хотя бы работающий прототип конечного продукта. Идеальный, конечно, вариант – это репозиторий на GitHub с исходными кодами у этого проекта, при этом желательно опять проверить то, что исходники, которые размещены на сайте, в принципе, имеют отношение к тому продукту, о котором идет речь. И, наконец, последние два пункта очень важных – это, как минимум, roadmap. То есть мы должны понимать то, что эти разработчики, которые получат в свое распоряжение достаточно крупную сумму денег и, скажем так, карт-бланш на расширение команды и скорейшую интеграцию всех необходимых услуг, что они понимают и видят не просто свой проект сейчас, когда он копается в песочнице перед стартом, а видят, куда он должен вырасти и чем он должен стать. И, наконец, последний пункт – это общее впечатление от проекта. В принципе, это как последний пункт во всех экзабилити-тестированиях, когда общая картина от продукта не должна у вас вызывать, в принципе, какого-либо дискомфорта. Характеристикой, в принципе, хорошего проекта является еще и хорошая маркетинговая активность, то есть грамотный, мультиязычный, прописанный класс с анонсами, поддержка разнообразных платформ, чтобы пользователь мог выбрать наиболее удобную для него. И, в принципе, опять-таки, можно не считать это, можно считать, но нет, на мой взгляд, полноценный, продуманный, готовый для работы с конечным пользователем продукт должен еще отвечать признакам хорошего дизайна. Все это еще должно хорошо и адекватно выглядеть. И, собственно, последний, четвертый пункт, четвертый шлагбаум, который должен отводить вас от необходимости инвестиций в этот проект – это течение самого процесса краудсейла. Естественно, как задача разработчика всячески сподвинуть вас на инвестицию в максимально быстрый, ну, максимально короткий период времени после начала, но далеко не всегда стоит так делать, даже несмотря на обещаемые бонусы. Особенно после того, как мы узнали то, что любая ситуация с бонусами может быть еще и переигранной. И здесь, на самом деле, нужно обратить внимание, что на три вещи. Ну, во-первых, естественно, важная, как говорится, для всего процесса часть – это прозрачность всего процесса получения командных средств и, ну, как бы, отсутствие возможностей для каких-то там не чистых на руку ходов. Ну, то есть, если мы собираем деньги на какой-то кошелек, то это должен быть в идеальном варианте, скорее всего, кошелек с мультиподписью, при этом открытый и доступный публично, чтобы селевой мог проверить баланс этого кошелька в любой момент времени. В идеале еще, помимо присутствующих в команде людей, должны присутствовать так называемые строу, то есть какие-то достаточно, скажем так, уважаемые в сообществе люди, репутация которых может послужить гарантом качества того или иного продукта. И, наконец, последний важный очень фактор – это активность обратной связи самой команды. Здесь как раз-таки очень, ну, этот пункт очень отличается от пункта про маркетинг и тексты, потому что как раз-таки описывает то, каким образом команда общается с вами, если инициатором общения выступаете вы. Потому что, опять-таки, все может быть хорошо, красиво, и как парк аттракционов выглядеть и работать, но при этом, когда вы начнете задавать вопросы по существу, вы натолкнетесь либо на какой-то игнор, либо на часть каких-то вещей, на которые заставляют задуматься. С обратной стороны, умноционная открытая, активная обратная связь команды разработчиков должна, напротив, как бы обращать вас в их сторону и служить, как бы, зеленым флагом для инвестиций. Дальше, по-моему, там… Да, вопросы. Собственно, вот эти четыре категории – команда, описание проекта, процесс работы и развития самого проекта и процесс самого крылесейла – это четыре основных направления, просто посмотрев и совершив поверхностный анализ которых, вы уже сможете избежать, ну, наверное, процентов 80 проектов, которые, пусть даже не привели вас к потере всей вашей инвестиции, но заставили вы хотя бы там потерять часть нервных клеток. А в идеале, конечно же, в конечном счете вы сможете выбирать только те проекты, которые постараются принести максимальный доход и приумножать свои капиталы. Вот. Так-то да. Подскажите, там был один, там написано, еще наличие эскроу. Кто это? Эскроу – это либо там отдельный пользователь форума, либо использование какого-то стороннего сервиса, который как раз таки, собственно, позволяет и разрешает поставить свою репутацию в ознаменовании качественности самого продукта. Помимо эскроу, кстати, эскроу может не присутствовать, ну, по сути, он обеспечивает невозможность фактора сдвигания кого-либо с кошельком полных собранных денег, потому что, как правило, они подключаются к тому же мульти-кошельку и без действия этого пользователя не представляется возможно в принципе как бы осуществлять движение средств. Более того, зачастую даже могут использоваться такие сценарии, когда на плечи этого эскроу ложится, например, не разовое финансирование проекта по достижению каких-то условий, а, например, выделение ему какой-то там доли из собранных средств в течение и какого-то периода времени, чтобы они там не могли потратить те страны. Но, как я сказал, эскроу может не присутствовать в принципе, но тогда команда старается заменить его такой вещью как адвайзерами, то есть там сторонними советниками, на позиции которых, как правило, выбираются либо руководители уже добившихся успехов проектов, либо, в принципе, как бы известные в индустрии люди, которые как раз таки тоже готовы своей репутацией отвечать за качество этого продукта. Вот, и это тоже является очень важной вещью. Спасибо вам огромное, давайте поплатим. Я думаю, у вас есть вопросы, не убегайте, пожалуйста. У вас есть вопросы, не убегайте.